В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон о социальной помощи. В нем появилось новое понятие – социальный контракт, согласно которому малоимущим гражданам будут помогать искать работу, получать дополнительное образование, предоставят возможность стать предпринимателем и вести личное подсобное хозяйство. Данный закон вступил в силу 1 февраля 2014 года. Что такое социальный контракт, с кем он может быть заключен, выясняла Татьяна Акимова. Считается, что по тому, насколько полное и всестороннее государство оказывает поддержку малообеспеченным семьям, одиноко проживающим гражданам, можно судить об общем экономическом, политическом и духовном уровне развития той или иной страны. До этого года основными мерами социальной поддержки граждан были государственные социальные пособия, доплаты к пенсиям, субсидии, предоставление социальных услуг и жизненно необходимых товаров. С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющим доход ниже регионального прожиточного минимума, будет оказываться дополнительная поддержка – социальный контракт. У нас в настоящее время в управлении создана комиссия, в которую включены не только сотрудники управления, но и сотрудники администрации, здравоохранения, управления образования, центра занятости. То есть, когда гражданин обращается с заявлением к нам в управление, мы можем, скажем так, совместно со службами района рассмотреть его трудную жизненную ситуацию, составить план выхода и отобразить это всё в социальной программе адаптации. Такая социальная мера предусматривает выплату до 60 тысяч рублей и оказывается раз в пять лет. При этом гражданин не теряет возможности получения государственной соцподдержки и адресной помощи. Использовать начальный капитал можно для ведения подсобного хозяйства, индивидуальной предпринимательской деятельности или получения дополнительного образования. Для чего это делается? Для того, чтобы человек сумел, получив стартовый капитал, вложить в какое-то дело или на подбор себе другой работы и в дальнейшем уйти из статуса человека, оставшегося в трудной жизненной ситуации и самому быть адаптированным к внешним условиям жизни и дальше работать и жить, и зарабатывать деньги. Получить подробную информацию о новой мере социальной поддержки и об условиях заключения контракта можно в Ленинском управлении соцзащиты населения на сайте администрации и в газете «Видновские вести». Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.